Не применяй много аргументов сразу, дай возможность поработать с каждым из них. Прекрасный пример, когда два аргумента хуже, чем один. Мне очень понравилась у Пикуля сцена в романе «Монзунт», когда судовой комитет, которым рулили большевики, там двоевластия на корабле, есть командир корабля, а есть большевистский комитет, он постановил не ставить заграждения против немцев, это минный заградитель был, не ставить мин против немцев на Балтике. Потому что, во-первых, война империалистическая, во-вторых, идет дождь на палубе Скольска. Вот эти два аргумента, один другой сразу убивает. Почему одного не хватает? Вообще, когда человек несколько аргументов приводит, вопрос, а что тебе одного не хватило? Значит, одного не хватило, добавил второй. Когда добавил третий, ты расписался в то, что двух не хватило. Когда четвертый добавил, значит, ты расписался, что первые три не хватило. Так ты вообще не умеешь все доказывать. И ты негодные аргументы употребляешь. Ты же сам признаешь их в негодность, добавляя новые. Одно дело, когда ты объясняешь, человек хочет понять, ты тогда можешь много аргументов привести. А ситуация, когда ты доказываешь, когда борьба, только один аргумент может быть. Все. Либо он решает вопросы, либо не решает. Иначе доверие к нему сразу слабее после второго аргумента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА